приветствую всех приветствую салам джан джигерики джанцы здравствуйте все кто в данный момент слушает этот ролик мое почтение есть немного времени решил записать этот короткий ролик суть ролика в другом цель ролика я ознакомлю вас с одним каналом нашего маленького братика и попрошу подписаться и поддержать так вот а пока решил познакомить вас показать вам несколько пару фотографий и пару слов сказать об этом ну как для разогрева вот например это фотографии до который вы видите это европейцы 60-е годы 1960 годы где-то 65 год примерно цивилизованные европейцы европейской ценности права человека на свободу слова но они сегодня нас учат остальной мир как жить по-человеческой сейчас вы еще кое-что увидите например увидели всего-то 50-60 лет назад нормально да нормально ну вы поняли да что я хочу сказать там где они кричат оправочила оправок правах человека о свободе слова значит они хотят разрушить эту страну запомните раз навсегда права человека и свобода слова есть только у них для своих народов а для других нет чего музыка кошта можно чуть погромче так вторая фотография покажу вам вот например вот эта фотография никогда не угадайте смысл то есть кто этот человек который стоит виде буква г знаете кто это такой это король англии это король англии черном костюме а этого человека узнали но все таки скажу это мустафа кемал а то тюрк нормально на историческое фото очень не любит показывать король англии и мустафа кемал а то тюрк вот такие дела а эта фотография вроде бы я показывал это карикатура на указ в армении что до 27 лет никого из страны кто не служат не выпускают вот тут надпись есть арм авиа армянской авиалинии ну такой лозунг не важно куда лишь бы из армении хотите я вам кое-кого покажу узнали его это имени пи 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 давайте продолжу эту тему я слушал ролик яши он перед видел ситуацию но нормально такой параллель прием насчет прощайничества давайте прочитаю призыв министра обороны армении помочь раненому солдату вызвал скандал в армении Вигенса Алексеяна обвинили в ханжестве и попрощайничестве сейчас я кое-что прочитаю смотрите что пишет у него на странице пишет один пользователь а что ваши тысячи драмов закончились или просто новый вид попрощайничества и ему отвечает смотрите на ответ министра обороны сам то попрощайка то что вы делаете нас заставляет так думать только и всего ответит пользователь обалдеть министр обороны вы ходите пишете говорит о том что какому-то солдату давайте соберем деньги его солдату он министр обороны я понимаю если бы ну кто-то там секретарша или кто-то из министерства обороны да у себя на странице такое написал ну как то понятно было бы но министра обороны чтобы лечить своего солдата вы хотите попрощайничать хотя у него это прямая обязанность заботиться о своих солдат из бюджета а не попрощайничать то другое просто он хотел попиариться рекламу сделать и показать себя таким знаете человеком который переживает типа за своих солдат а получился как всегда хотел рекламу хотел как лучше а получился как всегда ну ладно а теперь о том о чем я хочу рассказать и показать вам вы наверняка знаете этого малыша Мехтеево зовут это его канал я его ссылку оставлю в описании ролика и в обсуждении тоже я сегодня посмотрел его последний ролик вот этот ну про него наверное вы услышали да что он выходил на одиночные пикеты дни оккупации наших городов в Азербайджане со стороны армянских оккупантов террористов террористов сепаратистов вот пел он механул говорил и в один прекрасный день пришли менты не полицейские нет менты вдруг они решили что этот молодой человек маленький ребенок якобы незаконно проживает в России и началась процесс депортации представляете вот на то она и Россия матушка у него короткие такие ролики всего несколько попрошу подписаться и просмотреть его вот эти ролики потрет такой маленький наш обязательно поддержите я ему обещал видите всего 23 подписчиков обещал что покажи его своим друзьям знакомым и поддержим его видите плакат он стоял в одиночной пикете освободите Карабаха от террористов вот такие девушки большая просьба подписывайтесь обязательно вот последний ролик вот этот посмотрите все вам станет понятно давайте я вообще-то включу и послушайте я говорю этим людям которые меня учишь сами знают мы никогда российский закон не нарушаем никогда песня петь не запрещена это мой талант вы нашу семью не давали спокойно жить понимаете не давали спокойно нам жить и это вы незаконно добились незаконно добились я соревнову приеду в Ахтуме соревнову приеду в Ахтуме не надо меня бояться я плохого вам ничего не делаю я Азербайджаныч я мужчина меня зовут Мишки Астраханыч понимаете ну вот как то вот так всем пока всем удачи счастья и здоровья